Вклад битмейкеров в успех современных композиций просто колоссальный. Сейчас идет тенденция на уменьшение значимости, текстовой и технической составляющей трека. Особенно это заметно по артистам так называемой новой школы, чьи тексты не блещут глубокими мыслями. Почти везде встречается автотюн, похожий ритмический рисунок, а-ля Megas Flow. И в такой ситуации довольно сложно отличить исполнителей друг от друга. И в этой ситуации инструменталы это то, что может добавить артисту индивидуальности. Хип-хоп продюсеры одни из самых недооцененных дружеников музыки. Их часто обманывают исполнители и юристы в вопросах авторских прав. А если речь заходит о указании битмейкера в названии трека, то у Луджея случится эпилептический припадок. Почти у любого ныне популярного битмейкера был довольно сложный и тернистый путь к успеху. Как правило это происходит после того как битмейкер продюсирует трек, что становится локальным хитом. И далее с ним потихоньку связываются люди в индустрии, но дальше как пойдет. И сегодня мне бы хотелось затронуть такой вопрос. А благодаря каким трекам битмейкеры получили свой первый скачок популярности? Что позволило им вырасти до работы с артистами первой величины? Поехали! Когда-то битмейкер Муза писал биты для андеграунд артистов, рассылая всем в надежде на фидбэк. Тогда прямая бочка еще не была мейнстримом, являясь чем-то далеким от рэпа, близким к клубным обдолбышам. Но увы, у времена онравы и рэпа прямую бочку не с того ни с сего стал котируемым в русскоговорящих странах. Да, к сожалению, только нас поразила эта опухоль. И Муза вовремя сумел направить свои усилия именно в этот стиль, рассылая биты артистам разного калибра. И наверняка вы точно слышали такие треки, как Minimal и Medusa, автором которых является Муза. До такого успеха никнейм Музы был Бланк Бит. И первой работой, где Бланк писал музыку для крупных артистов, стали Круги под глазами от Чемодан Клан. Но проблема в том, что ребята нигде не указали авторство Гаррика и толчка в карьере это не дало. Зато позже вышла совместка словецкого и Дбили Луна, где Бланк Бит был указан как будто это исполнитель. С тех пор фан отбили, все еще обращаются к Музе за битами. Окси и Порчи, сейчас не разлей вода, их познакомил Марк Кул, что постоянно расхваливал тексты Яновича. И настаивал на том, что им нужно поработать вместе. И вот однажды на квартире Порчи состоялась их первая встреча, от которой, кстати, у португальца не самые приятные впечатления. Но позже они законнектились и Порчи написал мрачный бит для этого странного промо. Ну а вторым битом для Окси стал трек Неваляшка, что позволило Мирону громко заявить о себе после истории с Жиганом. Ну что ведет нас еще дальше, еще дольше, все не так как раньше, лет все тоньше, нас все меньше, и вот это тяжко, выжимай сильнейший, но побеждает Неваляшка. Но Порчи это позволило стать узнаваемым в странах СНГ. Когда-то Порчи писал биты на лагающем компе, что шумел как самолет, где каждые 2 секунды приходилось ждать, пока комп отлагается. В 2018 году совсем не комильфо имеет ограничения в реализации своей мечты. Например, мечты стать крупным битмейкером, сотрудничая с артистами первой величины в России и на Западе. В наше время не стоит ограничивать себя в чем-то, нужно пробовать и реализовывать свои мечты. И как раз таки тем инструментом, что поможет в вашем стремлении, является мобильное приложение Bitmaker Go. Спросите, ну зачем я снова его упоминаю? Все просто. По моему мнению, это крутейший инструмент для прямо тру-музыканта, без всякой фальши и обертки. Просто твой телефон и ты. Тебе никто не мешает творить шедевры. Я показывал, как это делает RedLamb. Нажимаем на запись и на какую-то дорожку. Окей. Недавно в интернете нашел ролик с Мэри Гу. И в нем также. Бит сделан в приложении Bitmaker Go. Это приложение поддержал один из самых крутейших битмейкеров. Сия Ютуба Алишер Моргенштерн. Я решил залить немного сэмплов в приложение для смартфонов и планшетов, которое называется Bitmaker Go. И также все больше блогеров и музыкантов переходят к этой теме. Сейчас не нужно таланта, чтобы о тебе узнали. Но чтобы хорошенько хайпануть, Bitmaker Go это то, с чего каждый может начать карьеру рэпера или битмейкера. Оно есть и на Android, и на iOS. Там не будет лагов, как у Порчи. Все летает. Ссылочка где? Правильно. В описании. Даня White Punk на данный момент является одним из самых топовых и узнаваемых битмейкеров необъятной. Огромное число людей пытаются приобрести его биты и замутить клавы. Столь огромную популярность он получил, находясь в династии. Когда на его биты выходили настоящие бэнгеры нашей индустрии. Изначально его никнейм был Фантом, в котором входил в состав объединения Frozen Gun Beats, под которым писал биты для Олега Янки, более известного сейчас как Кизаро. С фарой панк начал работать в 2014 году. И да, уже тогда выходили интересные и запоминающиеся работы с фарой, вроде Фруктовой, Нет Свети и Ртуть. Мы не знакомы, я не знаю кто вы, я кручу Фруктовый на крышке крова. Но по-настоящему хайпанул трек Идл, также спродюсированный Вайт Панком. Кто твой Идл? Кто твой Идл? Кто твой Идл? Ты так наива. Эмпальта это автор музыки для композиции Розовое вино. Эта композиция штурмовала все возможные чарты осенью и в начале этого года. Изначально данный бит был сделан на заказ для другого рэпера, но тому не понравилось и он отказался. Его заметил Элджей, связался с битмейкером и выкупил права в дальнейшем. Но что было дальше, чарты, конфликты, клип, вы сами все знаете. Первым треком, который позволил Эмпальта, заявить о себе, стала совместка Эллы и Крафтса Дисконнект. Ну а если вы знаете другие треки, благодаря которым битмейкерам удалось хейпануть, то пишите никнаймы битмейкеров и название трека в комментариях. Сделаем вторую часть. Если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте. Любите рэп и всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!